Спасибо, Вактанг Михайлович. Разрешите мне от имени Российского Центра информационных технологий и от Института Герцена, от Валерия Владимировича, передать вам большой привет и пожелание успешной и плодотворной работы. Наше сообщение посвящено современному состоянию ракового регистра России. О назначении регистра я думаю, что сейчас уже не нужно много рассказывать. Вещь необходимая, и для того, чтобы выполнить все задачи, которые поставлены перед онкологической службой нашей страны, необходим достоверный, правильный учет заболеваний и заболевших. Напомню схему формирования нашего регистра. Все основано на едином учетном документе на онкологического больного, который постоянно пополняется из первичных форм медицинских, которые представлены на слайде. И, собственно говоря, из любых других источников, достоверных и официальных. Все формы заполняются по единым кодификаторам. Раковые регистры различных наших территориальных диспансеров могут вносить изменения в учетные формы только в каком-то своем формате, но только на расширение. То есть добавить что-то можно, убрать, вычеркнуть какие-то пункты и какие-то данные из перечисленных в официальных учетных формах делать нельзя и невозможно. Популяционный регистр страны построен по такому пермидальному принципу. Основой являются информационные системы лечебных учреждений, где оказывается помощь онкологическим больным. Раковые регистры районов здесь представлены. В некоторых территориях нашей страны есть возможность организовывать автоматизированные рабочие места в первичных кабинетах, в первичных онкологических отделениях. Где эта возможность реализована, там можно поставить удаленный доступ к нашей программе, к программе регистра и работать как удаленным доступом из различных территорий, различных лечебных учреждений. Затем все сведения из региональных лечебных учреждений попадают в онкологический диспансер, в популяционный регистр территории, где данные проверяются, аккумулируются и затем передаются на федеральный уровень. Вот представлена на схеме такая структура сбора данных. Возможно введение информации на рабочем месте онколога, возможно введение информации в оргметод-кабинете или отделении ракового регистра диспансера, и затем данные аккумулируются и передаются на более высокий уровень. Это схема возможной организации территориального сегмента ракового регистра, возможно введение информации только в диспансере, возможно использование локальных сетей диспансера, возможно организовывать удаленных пользователей. В общем, есть различные варианты, и в нашей стране реализованы фактически разные схемы организации территориального регистра. Но везде соблюдается то, что база данных аккумулируется в онкодиспансере и передается в Минздрав Российской Федерации. Здесь представлены модули информационно-аналитической системы «Канцеррегистр». Но хотелось бы на этом слайде отметить, что модуль регистрации больных существует вплоть до территориального уровня, то есть в диспансере. На уровне Минздрава, на уровне федеральном возможности вводить данные у больных нет, и нет возможности их как-то корректировать. То есть самый высокий уровень – это только уровень анализа без возможной коррекции данных. Достаточно современные средства разработки программного обеспечения ракового регистра. Я не буду о них говорить, потому что это дело программистов, но мне сказали, что современно и соответствует мировому уровню. Программа регистра позволяет получать различные данные и по заболеваемости, и по смертности, и по различным диагностическим каким-то параметрам. Но все эти данные должны быть очень хорошо выверены. И проверке качества данных должно уделяться огромной внимания. Все, что можно было бы встроить в программу, фактически уже встроено. Но существуют и различные варианты, особенно в онкологии, когда невозможно формализовать. И поэтому нужно составлять запросы, возможные различные получения, перекрестные проверки проводить на уровне, собственно, на любом уровне. На уровне и первичного кабинета, если там вводится информация, на уровне введения в диспансере. И, конечно, на федеральном уровне тоже это возможно, но хотелось бы все-таки на федеральный уровень поднимать уже более качественную информацию, которая прошла проверки на территориальном уровне. Также ведется изменение справочников, которые используются в системе ракового регистра. Вы все в курсе, что все справочники были утверждены в 1999 году, в прошлом веке, в прошлом тысячелетии. Но поменять их пока нет никакой возможности, потому что они должны быть изменены одновременно у всех. То есть должен быть какой-то законодательный, нормативный документ, который сказал, что вот с такого-то числа мы работаем на таких-то справочниках, которые были утверждены сообществом онкологов. Ну вот вы знаете, в 1999 году вся страна перешла на МКБ-10, с 1999 формально мы должны работать на ТНМ-5 издание, и вот в 2015 году на съезде онкологов СНГ, который был в Казани, ассоциация онкологов приняла решение о том, что мы переходим на ТНМ-7 издание, вот с 2015 года перешли. И Минздрав разослал изменения в МКБ, которые отслеживают соответствующую структуру Минздрава, и вот было официальное письмо о включении изменений кодов МКБ-10. Извините, еще хотел сказать об МКБ-О второго пересмотра. Пока еще на данный момент не существует официального перевода МКБ-О-3, поэтому в регистре у нас МКБ-О второго пересмотра. Значит, нормативная база тоже уже давно не менялась. Существует несколько приказов, которые регламентируют работу регистра на всех уровнях. Но в марте этого года было разослано Минздравом письмо заместителя министра, в котором наконец-то регламентирована и периодичность передачи, и необходимость передачи данных в раковый регистр федерального уровня. Вот это скан из федеральной программы о территориях, которые передают. То есть прослеживается, когда кто передал. И вот сейчас уже скоро будет конец второго квартала этого года, и, в общем-то, надо будет готовить базы данных для передачи на федеральный уровень. В докладе в ходе работы по профилактике неинфекционных заболеваний Европейского бюро ВОЗ был представлен вот такой слайд об онкологических регистрах популяционного уровня, национального и субнационального. Вот наконец-то мы можем констатировать, что мы переходим на формирование национального ракового регистра страны. То есть будет формирование объединенной базы данных. На карте представлены территории, которые передают свою информацию на уровень Минздрава. Цвет здесь не имеет никакого значения просто для того, чтобы поярче и повеселее была карта. Регистры покрывают около 65% населения нашей страны. Сейчас всего в объединенной базе данных около 6 миллионов пациентов занесены с лазокачественным образованием, которые составляют чуть более 6 миллионов. Их число составляет чуть более 6 миллионов. И как пример использования этой базы данных мне хотелось бы привести несколько примеров. Здесь представлен слайд о распределении локачественного образования шереки матки по обстоятельствам выявления за 2015 год. И здесь абсолютное число представлено. И что радует достаточно высоко значению вот этих вот третьей и четвертой колонки. Активно выявлено при профосмотре и активно в смотровом кабинете. Но хотелось бы отметить, что в некоторых территориях эта колонка в смотровом кабинете отсутствует, хотя вряд ли смотровые кабинеты не работают в территориях. Это требует, конечно, каких-то таких более углубленных проверок. Но хотелось бы мне сказать, так как мы здесь все-таки все коллеги и занимаемся одним делом, передается база данных передается не в институт Герцена, не в наш информационный центр. Это передается база данных на сервер Минздрава. То есть доступ к информации будут иметь и представители Минздрава. Поэтому если вы будете заполнять так не очень, как бы сказать, нельзя сказать, что некорректно. Корректно, в общем-то, может быть, действительно не выявлялось, допустим, в Воронежской области никого в смотровом кабинете при обследовании шейки матки. Но могут сделать различные выводы. То есть вы всегда знаете, что база данных представляется не нам, не мне, не Валерию Владимировичу, не Вахтанку Михайловичу. Это представляется в официальное учреждение. Вот, например, причины позднего выявления заказченных новообразований. Здесь 14 и 1 квартал 2016 года. Хотелось бы отметить, что вот здесь и скрытое течение болезни, то есть вторая колонка и третья колонка несвоевременное обращение, но не то, что примерно похоже, достаточно высокий уровень, но такой сопоставимый между собой. А если посмотреть причины позднего выявления заказченных новообразований молочной железы у женщин в возрасте от 40 до 60 лет, то вот эта третья колонка несвоевременное обращение намного превышает, это проценты, намного превышает уже все остальные причины. То есть тот резерв диспансеризации, скрининга, тот резерв раннего выявления, вот он виден в том, что у женщин достаточно молодого возраста есть какие-то симптомы, но выявляется все это не так, как хотелось бы. На следующем слайде представлено распределение заказченных новообразований молочной железы по стадиям в различных возрастных группах. И в этом слайде мне хотелось бы отметить вот эту красненькую полосочку, которая есть, это соответствует второй стадии заболевания. То есть в различных возрастных группах превалирует вторая стадия заболевания при раке. Если посмотреть процент, он калибрится от 46 примерно до 35, но в 35 это 85 и старше. То есть около 40% выявляется у нас на второй стадии заболевания в любой возрастной группе. Несколько слайдов о меланоме. Распределение меланомы кожи по стадиям. Совершенно незначительное выявление меланомы инситу. Это вот красненькая полосочка в левом верхнем углу. Это соотношение всех инвазивных стадий и меланомы инситу. И распределение по стадиям. Мы видим также, что превалирует вторая стадия заболевания. В различные годы. Показатели наблюдаемые пятилетние выживаемости больных меланомой кожи по стадиям. Показатель выживаемости. В общем-то так и должно было быть, что при инситу он более высокий, чем при четвертой стадии. Но вот тем не менее, такие показания мы получили. Представлены таблицы по структуре локализации меланомы других локализаций, не только кожи, и динамика пятилетней выживаемости больных с этими заболеваниями для мужчин и женщин. Также мне хотелось сказать в заключении, что применяется регистр уже и смежные наши коллеги начали получать данные из объединенной базы данных регистров. И на основе их уже планируются какие-то экономические расчеты для обоснования эффективности новых методов лечения, в том числе лекарственных препаратов. И это все издается уже как рекомендации для Минздрава, и пишутся научные статьи на эту тему. Вот, собственно, вот такой краткий отчет о современном состоянии ракового регистра нашей страны. Благодарю за внимание.